Внезапные погодные изменения в районе Бермудского треугольника объясняются атмосферными особенностями этого региона. В 2016 году метеорологи зафиксировали странное образование так называемых гексагональных облаков или облаков шестигранников. Наличие таких облаков говорит о большом возрастании атмосферного давления, которое давит на поверхность воды и способно создавать одиночные волны убийцы 25-30 метров в высоту, которые способны затопить не только яхты, но и крупные суда. Одним из самых ярких инцидентов является пропажа военного грузового корабля ВМС США «Циклоп». Огромное судно длиной 165 метров и водоизмещением 19 тысяч тонн перевозило марганцевую руду из Бразилии в США. 4 марта 1918 года этот корабль бесследно исчез со всеми членами экипажа из 306 человек в водах Бермудского треугольника. Специалисты связывают исчезновение «Циклопа» с ухудшением погодных условий в том регионе. Учитывая тот факт, что судно было перегружено, а один из его двигателей не работал из-за поломки, даже незначительный шторм мог быть для него губительным. Волны убийцы, конечно, могут объяснить пропажу сотен судов, но никак не могут объяснить пропажу сотен самолетов. На этот случай у ученых есть другое объяснение. Дело в том, что ученые и геологи обнаружили в зоне Бермудского треугольника достаточно крупные залежи так называемого гидрата метана. Океанская пучина выбрасывает на поверхность метан, который приводит к уменьшению плотности воды и воздуха, что приводит к падению самолетов и затоплению судов. Другой причиной крушения могут стать части ураганы, которые возникают в северной части Атлантики в период с июля по декабрь. 5 декабря 1945 года команда ВВС США в составе из пяти торпедоносцев «Эвенджер» выполняли учебно-тренировочные полеты недалеко от города Форт Ладдердейл во Флориде. Командовал личным составом лейтенант Чарльз Тейлор. Вскоре после вылета команда несколько раз связывалась с базой, сообщая, что все приборы навигации, включая компас и альтиметр, показывающий высоту, вышли из строя. Ничего не получается, мы не можем определить направление, мы не видим солнца, даже океан выглядит не так, как обычно. После того, как связь с ними оборвалась, на их поиски вылетел двухмоторный гидроплан «Мартин Марин», который тоже вскоре исчез. Возможно, именно концентрация метана в атмосфере в совокупности с непредсказуемой погодой в этом регионе послужила причиной гибели этих и других самолетов. Хорошо, скажете вы, но ведь как тогда быть с судами, которые не затонули, но с которых сбежал экипаж? На этот счет самое правдоподобное объяснение приводит советский ученый Василий Шулейкин. По его словам, во время шторма над поверхностью моря из-за сильного ветра могут образовываться инфразвуковые волны частотой от 0,1 до 6 Гц, что может приводить к сильной боли и дезориентации среди экипажей. Данный феномен получил название «Голос моря». И на белых парусах сквозь ураганы И в мечтах присон на море к берегам Мы летим стрелой, брошен в ночь покой Ветер в помощь нам Полный вперед удачу дарит вновь океан Плавы и лед забавой кажутся нам Только вперед под флагом темной славы своей Наш летучий голландец Гость из царства теней Проклятий морей Проклятий морей